Первый чемпионат мира по Кокбуру, который состоится в ноябре этого года в Ташкенте, пройдет с муляжом вместо туши Козленка и без тайгазанов, и, возможно, без сборной Кыргызстана. Восемь из девяти стран участниц собрания Всемирной ассоциации Кокпара. Минувший четверг в Астане проголосовали за предложение казахской стороны проводить чемпионат по правилам Кокпара, где в качестве ворот используются начерченные на поле круги. Предложение, как объясняет в Ассоциации по национальным видам спорта республики, было продиктовано исключительно соображениями безопасности игроков и лошадей. Его поддержали Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай и Афганистан. Российские представители своего мнения не высказали. Представителей Кыргызстана на встрече не было вовсе. Согласно правилам этого конгресса, приглашения всем национальным федерациям должны были расслабиться не позднее, чем за три месяца до этой встречи генеральным секретарем Международной ассоциации, то есть мной. Мне лично приглашение от них пришло за день до этой встречи. Это решение незаконно. За играми кочевников наблюдали более одного миллиарда человек. Подавляющему большинству из них понравился Кокбюрю. Наши соседи делают это из зависти, якобы желая показать миру свою игру. Казахи – братский народ, и мы поддерживаем их. Но здесь они перегнули палку. Мы не откажемся от Тайгазана. Хотя еще буквально в начале прошлой недели глава Международной и Национальной Федерации Кокбюру Джергалбек Саматов уверял, что на встрече тех же стран-участниц Ташкенте было принято решение провести предстоящий турнир по официальным правилам Международной Федерации Кокбюру, как это было, к примеру, на Всемирных играх кочевников. Мы и так сделали Тайгазан безопасным. Покажите мне вид спорта, где нет рисков. Например, в хоккее игроки часто бьются о борт. Если на то пошло, давайте вообще не трогать друг друга и не отбирать тушу. Чемпионат в Узбекистане, как это презентуется, должен пройти по игре Кокбюру. Но без Тайгазанов это будет уже совсем другая игра. На встрече в Ташкенте стороны не пришли к единому мнению. В списке нематериального наследия ЮНЕСКО Кокбюру считается кыргызской национальной игрой. Мы будем продолжать переговоры, если будет нужно в Кыргызстане, изготовить тайгазаны для проведения чемпионата. И мы поможем узбекской стороне их установить. Но если турнир в Ташкенте будет проходить по правилам Кокпара, Кыргызстан не будет принимать в нем участие. Кроме этого, планируется сократить игровое время и изменить размеры поля. По мнению авторитетных знатоков Кокбюру, при таких правилах игра потеряет свою зрелищность. Согласно решению Ассоциации традиционных спортивных игр тюркских народов, теперь все международные турниры по Кокбюру будут проходить по принятым ими правилам. Какой же это Кокбюру, если играть муляжом? Резинка какая-то. Очень неудобно с ней играть. Наша федерация просто показала свое бессилие. Тайгазаны не смогли отстоять. Федерация должна руководить более компетентные и более заинтересованные люди. Если в Узбекистане пройдут игры по Кокпару, мы не поедем туда. Кокпар – это не Кокбюру. Мы в него не играем. По словам гражданского активиста Бигджана Шигаева, тайгазан можно сделать более безопасным. Три года назад он представил Федерации Кокбюру макет резинового тайгазана, обтянутого кожей. Но его предложение тогда никто не воспринял всерьез. Если бы в то время должностные лица озаботились этим вопросом, по словам Шигаева, сейчас подобной ситуации бы не возникло. Два таких тайгазана, необходимых для игры, обошлись бы в 108 тысяч долларов. Я обращался и к президенту, чтобы обратили на это внимание. Потому что как раз в то время наши братья-казахи собирались проводить всемирные игры по Кокпару. Каждый делает то, в чем он заинтересован. Если на то пошло, чемпионат мира по Кокбюру должен был проводить Кыргызстан. Сами сравните, когда были созданы Федерации по Кокбюру и по Кокпару. Есть разница. Мы просто уступили инициативу. Если бы мы в свое время вовремя все взяли в свои руки, то мы бы остались в истории. В настоящее время Федерация Кокбюру беспокоится о том, сможет ли национальная игра сохранить свои правила на международной арене. Если Узбекистан примет решение проводить Первое мировое первенство по измененным правилам, воспрепятствовать этому Кыргызстан не сможет. Переговоры с узбекской стороной в настоящее время продолжаются.